С нами сейчас в прямом эфире контр-адмирал запаса Соловьёв Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. В каком состоянии находятся эти корабли? Можно ли вообще визуально как-то оценить, как они выглядят? Студия, здравствуйте. Визуально можно оценить, что все необходимые штатные устройства находятся на своих штатных местах. Артиллерия, необходимое оборудование для тролления. Это самое главное, всё на месте. Для металли перехода по кораблю. Ничего не укрывало. Я был внутри корабля, посмотрел. В общем-то, состояние нормально, чисто, аккуратно. Подается тёплый воздух, подается электроэнергия. На главном командном пункте находятся все приборы и устройства для дачи хода, наблюдения. Штурманские приборы все на месте. Все инструкции, составленные на украинском языке, находятся на штатных местах. А вот что такое сам процесс хранения, передали на хранение? Как эти несколько лет обеспечивалась жизнедеятельность этих судов? Российская сторона выделила специальную группу моряков, которые осматривают этот корабль на предмет отсутствия воды и противопожарное состояние. Другие средства, специальных средств для поддержания этих кораблей российская сторона и украинская сторона не выделяют. Поэтому, пользуясь случаем, командир соединения выделяет по возможности, что есть у него лишнее для того, чтобы поддерживать в более-менее хорошем виде это состояние корабля. Практическое состояние корабля может определить техническая комиссия, которая должна быть создана по каждой боевой части службы и дать соответствующую оценку, пригодны приборы и устройства или нет в дальнейшей эксплуатации. А если говорить о возможной передаче этих кораблей украинской стороне, как технически всё это будет происходить? И смогут ли они идти своим ходом или потребуются буксиры? Потому что уже много лет они все отслужили свой срок, эти корабли. И я уверен, что техническая комиссия даст состояние такое, что они не готовы к дальнейшей эксплуатации. И большие средства потребуются для восстановления. Потому что все приборы давно не проверялись, в каком они состоянии, исправны и неисправны. Давно не заводились двигатели, всё уже давно прикисло, надо всё раскачивать, разрабатывать, проворачивание здесь не делается. Поэтому сказать, дойдут они своим ходом или нет, это вряд ли. Кто-то может сказать, не проведя все технические осмотры. А сколько эти суда вообще современные? Многие сейчас говорят, что это вчерашний день. Корабли военные. Ну о кораблях трудно так говорить. Корабль всегда нужен в любом состоянии, можно его использовать. Но, конечно, они уже свой срок отслужили. Поступают новые корабли, новые тральщики, новые сторожевые корабли. Как бы Украина ни называла их корветами, фрегатами, они должны выполнять ту функцию, которая предназначена была, когда они строились. Выполнять сейчас эти функции они, конечно, не смогут. А с учётом того, что во всех странах сейчас строится новый флот, то эти корабли будут выглядеть совсем убого. Спасибо вам огромное. Всего же.